Мариана Сергеевна, мы очень рады, что вы уделили нам время и сможете рассказать интересные факты из вашей биографии, истории из вашей жизни. В миру возможностей. На вашем профессиональном музыкальном пути вы сочетаете несколько видов деятельности – научную, педагогическую и концертную. Вы окончили училище, консерваторию, аспирантуру одновременно по двум специальностям – музыковедение и искусство-концертное исполнительство. Расскажите, где и как появились зачатки любви к научной сфере и к исполнительному искусству? Все, скорее всего, началось с детства. Я думаю, что детство – это слишком ранний такой этап. Мне кажется, до училища, я окончила училище искусств в городе Иркутск, до училища у меня не было никаких представлений о том, что есть музыковедение. И только после поступления в училище, в период обучения в нем я осознала, что вот такая интересная специальность, которая дает массу выходов в разные области и массу возможностей приложить свои силы. И, конечно же, здесь, как и в дальнейшем в моей жизни, очень велика роль конкретного педагога. Это, собственно, вот тот решающий фактор, который всегда оказывал на меня влияние в большей степени, чем что-то другое. И в данном случае я хочу сказать о замечательном педагоге иркутском Изольде Оскаровне Цахер. Вот это имя в консерватории Московской тоже известно педагогам, потому что все, кто учился здесь на музыковедении, проходили через ее руки. И, так сказать, блестяще сдавали здесь экзамены, соответственно. И благодаря Изольде Оскаровне я научилась мыслить, читать, понимать то, что я читаю. Ну, кроме всего прочего, писать и говорить. Все эти составляющие, конечно, очень важны для музыковеда. Изольда Оскаровна нас снабжала литературой, у нее богатейшая библиотека. Была, теперь я говорю была, потому что в прошлом году, к сожалению, она ушла из жизни. И теперь эта библиотека рассредоточена по разным местам в Иркутске. А вот очень важным моментом было то, что она учила нас не только конспектировать, это тоже, кстати, большое искусство, но и осмысливать то, что удалось, так сказать, извлечь из той или иной книги. И я помню, вот этот опыт я, наверное, никогда не забуду, он очень оказался важен для меня. На одном из занятий, это были самые первые занятия, на первом курсе мне было 15 лет, то есть в голове совершенно ничего, конечно, не было. Я очень сожалею об этом, потому что, как правило, общаешься с какими-то знаковыми для тебя людьми, ты потом только осознаешь их значение в своей жизни, но ты общаешься с ними в том возрасте, в том состоянии, когда ты не способен их адекватно оценить и задать им нужные вопросы. Со мной в консерватории это было очень часто, и после консерватории я это понимала еще чаще. Так вот, на одном из занятий нам было дано такое домашнее задание сопоставить слово о Бахе Георгия Хубова и Альберта Швейцера. Ну вот музыковеды знают, что есть такие труды, труд советского музыковеда Георгия Хубова, который называется просто лаконично «Себастьян Бах». Он был выпущен, если я не ошибаюсь, издан в 1963 году, и там он, собственно, дает оценку с позиции, так сказать, соцреализма, как раньше говорили, единотворческого наследия композитора, оценивает его связи с народной культурой, как выражение духовных чаяний народа и так далее и тому подобное. И вот этот замечательный, как сейчас принято говорить, культовый труд Альберта Швейцера, Иоганн Себастьян Бах, книга, в которой больший акцент сделан на духовном, на музыке духовной, собственно, это вся музыка Баха, даже когда она светская, все равно она духовная, и вообще это разделение, конечно, очень искусственное. И о методе постижения музыки посредством анализа музыкально-риторических фигур, то есть музыкальная символика. Вот это было совершенно необычное открытие, наверное, для советского человека, советского музыковеда, скажем так. Но в силу скудости мозга тогдашнего своего, я не была в состоянии, так сказать, оценить все это. И я помню, что момент сопоставления двух вот этих несоизмеримых величин, я сделала все это в пользу Хубова. То есть я не скажу, что я клеймила Швейцера, но это было, конечно, сейчас было бы очень смешно об этом вспомнить, но что-то я, в общем, как-то позволила себе критически высказаться. И помню, что еще нам было дано задание подумать, что же, собственно, как мы понимаем вот эту вот знаменитую фразу Швейцера, Бах — это завершение, от него ничего не исходит, но все ведет к нему. Потому что Хубов-то как раз говорил о новаторстве Баха, о его революционном реформаторстве, и все это было связано с идеями, так сказать, народности и прочее. И я здесь тоже не была на высоте, интерпретируя, так сказать, эту фразу, комментируя. И из Ульдоскора у нас с такой, в общем, легкой улыбкой, к сожалению, наверное, может быть, просто ее это даже веселило в чем-то. Она слушала мою эту речь пафосную. И сразу после меня выступила на ту же тему ее бывшая выпускница, которая на тот момент училась в Новосибирской консерватории на третьем курсе, по-моему, музыковедения. И это было совсем все иначе, все более спокойно, аргументированно, уже на основе какого-то опыта и слухового, и научного. И я, конечно, тогда очень многое поняла. И я поняла, что есть слова и слова, и что за словами нужно видеть что-то другое. И, в общем, умение, так сказать, прочитывать какие-то нужные вещи и складывать их, так сказать, в соответствующую концепцию. Вот это было для меня очень важно тогда. И из Ульдоскора, конечно, сыграла решающую роль в выборе места моего дальнейшего обучения, то есть Московской консерватории. Она настаивала на том, чтобы я поехала именно сюда. И несмотря на то, что с первого раза мне не удалось поступить, и девятый класс свидетель, в котором мы сейчас находимся, свидетель моего как раз провала, потому что, когда я увидела табличку на двери здесь, в этом классе работал Сергей Иванович Танеев, мне, приехавший из провинциального города, с богатой культурой, но тем не менее провинциального, конечно, сделалось плохо, у меня все тряслось, все поджилки напряглись. И то, что играл Юрий Николаевич Холопов с альфеджио «Гармония», я практически ничего не услышала. Но второй раз мне удалось поступить. Вот это вот был, так сказать, такой направляющий, регулирующий мое движение в области музыковедения. Человек очень важный для меня в училище. И второй важный человек — это мой педагог по спецфортепиано Любовь Николаевна Семенцова, выпускница Московской консерватории по классу Владимира Александровича Натанцона, очень такой известный, знаковый для иркутской общественности музыкальный педагог. Кстати, у нее занимался до отъезда в Москву Денис Мацуев. В ее классе я переиграла много музыки, в общем, осознала себя еще и с этой позиции довольно успешно. Ну и затем вот эта роль решающая педагога в моем образовании, в выборе каких-то тропок в моей профессии, она также сопутствовала мне, была со мной в консерватории Московской. Уже на первом курсе я определила сферу своих интересов, и здесь, конечно, решающую роль сыграла Галина Владимировна Григорьева с ее курсом современной музыки, тогда факультативным. И я прониклась и этой музыкой, музыкой 20 века, и в первую очередь я прониклась самим педагогом. Не было бы Галины Владимировны, возможно, я выбрала бы какую-то другую стезю, и, возможно, я сейчас бы не занимала то место в консерватории, которое я занимаю. Неизвестно, как сложилось бы это, но вот любовь к ней именно как человеку, да, как человеку, профессионалу, и породила интерес к этой музыке. Другим, таким важным для меня в консерватории педагогом был Алексей Александрович Паршин. Это как раз вот вторая голова, да, первая голова музыковедческая, вторая моя голова — это исполнительская. он сумел так заразить меня вот этим делом, что на какой-то момент я музыковедение просто задвинула очень далеко. Оно потом только опять показалось на поверхность, когда я уже, наверное, окончила консерваторию, окончила аспирантуру. Ну, я думаю, что вот эти воспоминания об Алексея Александровиче есть у всех, кто вышел из его класса. Учитель, конечно, с большой буквы и педагог волею Божию. Я ему очень благодарна, и в моей жизни он есть и сейчас тоже. Мы общаемся, но уже, естественно, на другой основе, и слава Богу, что он есть. Можно назвать еще целый ряд педагогов, пожалуй, вот как ни странно, да, обычно какие-то музыковеды, исполнители. Я хочу вспомнить еще и педагога по физкультуре. Это моя третья ипостась, такая, может быть, не всем заметная, и не все о ней знают. Я хочу вспомнить о Борисе Борисовиче Соломонове. Многие поколения и педагогов, и студентов благодарны этому человеку, который тоже сумел заразить каждого из нас любовью к физической культуре. Вот обычно этому как-то уделяется совсем мало внимания, так, походя, там кто-то присел, кто-то подтянулся, отжался и все. Нет, я просто этим совершенно серьезно увлеклась. Я ходила в зал, я даже качалась там что-то. Я играла в теннис, я, наконец, занималась плаванием. Собственно, даже входила в сборную консерватории. Мы выступали на соревнованиях за консерваторию. И вот эту любовь к плаванию, он в меня заронил, он научил меня плавать. И с тех пор я просто не перестаю этим заниматься. Я без конца плаваю, куда бы я ни приезжала, я в первую очередь ищу, если там бассейн. Если он есть, хорошо. Если его нет, я ищу какой-нибудь резервуар с водой. И желательно, чтобы эта вода была прогрета до 18 градусов хотя бы. Вот это мои три важнейшие мои педагоги, педагога консерваторские. Хотя, конечно, было бы несправедливо не вспомнить, например, о Лене Исааковиче Ройзмане, благодаря которому я вообще начала заниматься органом. И меня увлекла в данном случае именно личность педагога. Вот я очень любила его. И, к сожалению, он был в моей жизни всего один год. Он потом ушел из жизни. Какое-то время я не занималась органом. Но затем, благодаря Алексею Александровичу Паршину, это было счастье, что он меня подхватил и направил. И вот так все сложилось, как сложилось. У каждого студента всегда найдется несколько интересных, забавных историй. Расскажите, может быть, у вас тоже есть такая история, которую вы всегда вспоминаете? Я, поскольку уже плотно занималась на третьем курсе органом, и часто в угоду именно этим занятиям я забрасывала все остальное, но, как вы знаете, нужно какой-то норматив учебный выполнять. Желательно его выполнять вовремя и не накапливать, не вываливать на педагога к концу года весь этот самый недоделанный материал. Я занималась по индивидуальной полифонии с Владимиром Васильевичем Протопоповым. Это один из наших столпов, так сказать, теоретических. И я прекрасно помню, что в какой-то момент, когда я ничего не успевала уже, а нужно было принести две фуги, четырехголосные, я воспользовалась добротой Давида Исааковича Кривицкого, композитора. Он мне дал свои юношеские фуги. Я принесла и сыграла их Владимиру Васильевичу Протопопову. И до сих пор краснею, вспоминаю, как он хвалил меня, потому что еще рядом со мной сидела теперь уже профессор консерватории Наталья Юрьевна Плотникова, моя сокурсница. Она все это слышала, она прекрасно знала, так сказать, генезис этих произведений, откуда что пришло. А он восхищался, он говорил, «Мариана, я вижу, что занятия органом повлияли на ваше письмо, как вы мыслите полифонически и так далее». Вот это я помню момент такой замечательный. Такой же имеющий антипедагогическую направленность воспоминаний у меня связано с угадайкой. Нам играл Алексей Иванович Кандинский, не помню уже какую музыку, но он сидел в 23-м классе, если я не ошибаюсь. Помню, что прямо напротив клавиатуры рояля висело зеркало, и в этом зеркале отражались все, так сказать, ноты, клавиры, которые стояли у него на пипитре. И играя эту угадайку, он смотрел нам в глаза, а мы смотрели в зеркало. И мы все успешно, я помню, в любом случае про себя я могу это сказать, успешно сдали этот зачет, и никто даже не просветил его на предмет того, как это все было просто сделать. Какие-то вещи смешные связаны с воспоминанием, это воспоминание о моих концертных акциях, концертной деятельности, гастрольной. В частности, я помню, что перед концертом в Люксембурге, стажировал в Люксембурге, и мой профессор Жан-Жак Казель осуществлял настройку инструмента перед каким-то концертом, и не работала буквально одна часть клавиатуры. Клавиатуры, какие-то трубы не играли, что-то, в общем, было такое странное. И он полез внутрь инструмента и извлек из одной трубы дохлую мышку. И мы решили, что эта мышка, такой истинный музыкант, музыкант в высшем смысле этого слова, она, так сказать, простилась со своей жизнью, как настоящий профессионал на сцене, внутри инструмента. Можно вспомнить также, как на одном из концерт в Наталье Владимировна Малина, наш такой замечательный хранитель инструментов, настоящий ангел инструмента консерваторского, как она в Большом зале во время одного из концертов, где я играла, по-моему, это была какая-то оркестровая акция, и у меня стала западать одна клавиша. А когда гудит инструмент, это, конечно, ужасно, это портит весь концерт сразу же. И она что-то вручную, какой-то механизм удерживала, сидя внутри органа Большого зала, внутри этого корпуса, чтобы вот эту ситуацию изменить. Марьяна Сергеевна, помимо того, что Вы руководите кафедрой современной музыки, являетесь автором учебных курсов, научных трудов, Вы также ведете активную концертную деятельность. Вы посетили много стран с сольными выступлениями на органе, принимали участие в гастролях и концертах с известнейшими российскими оркестрами. В качестве солиста в студии новой музыки участвовали в международных фестивалях. Расскажите, как гармонично сочетать такой широкий спектр деятельности? Что Вас вдохновляет и как брать столько энергии? Вопрос, конечно, интересный. Я могу сказать, что в моей концепции энергосбережения или энергоаккумулирования есть три таких важных составных части. Вы в силу молодости не знаете об этой ленинской работе «Три составные части марксизма». В данном случае это некий интертекст, который стоит за этой фразой. Так вот, у меня такие три составные части. Первая — это импульсы, получаемые из мира художественных впечатлений. Это может быть всё, что угодно. Это может быть встреча с каким-то человеком необычным, интересным. Это может быть какой-то просмотренный фильм, какая-то прочитанная книга, предоставляющая, скажем так, необычный ракурс видения, остраняющий видение на объект, которым ты давно уже знаешь, или какая-то интересная история. Не знаю, какой-то визуальный объект, аудиальный, музыка, всё что угодно. Какой-то импульс получаем из этой сферы, из сферы искусства, из сферы художественных впечатлений. То, что, так сказать, влечёт к познанию этого объекта или этого явления за пределами первого прикосновения к нему, первого опыта общения. Энергия познания влечёт тебя далее и стимулирует в тебе какие-то силы к этому. Второй важный момент — это физическая подготовка. Опять-таки я к этому возвращаюсь, потому что понести свой жаждущий познание дух в нужное место тебе поможет относительно здоровое тело. Оно заставит тебя встать и пойти. И вот в этом плане, как мне кажется, занятие каким-то видом физической культуры, который тебе подходит, который тебе удобен, комфортен, который тебе нравится, то есть не через силу — это очень важный момент. И я об этом говорю на всех курсах, по-моему, студентов своих. И призываю к тому, чтобы занимались физической подготовкой хоть в чём-то. Это должно проявляться. Третий момент, он актуален, мне кажется, для музыканта особенно. Это момент умения организовать и распределить или перераспределить своё время, то есть своё нахождение в пространстве вот этой своей занятости. Многие из нас перфекционисты, но я, к сожалению, тоже отношусь к этой категории несчастных людей. Мы стремимся всё сделать одинаково хорошо, везде успеть, везде сыграть, ничего не пропустить и всё сделать на очень высоком уровне. К сожалению, это невозможно. И я вот с течением лет понимаю это всё больше. Я знаю, что в одном месте где-то нужно отпустить, в другом дать больше, так сказать, энергии. Но самое главное не стараться охватить всё, потому что охватывая всё, ты растрачиваешь себя впустую. Конечно же, тратить себя музыкант обязан, без этого нет просто никакого творчества, и мы для этого и живём. Но тратить себя, так сказать, разумно, как бы это сказать, не количественно, но качественно. Тратить себя качественно. И сейчас я к этому отношусь уже достаточно серьёзно, потому что нужно как-то и время на отдых находить. Времени на отдых почти нет никогда. Это только ночные часы, которые ты усиленно сокращаешь в пользу того, чтобы успеть что-то сделать, написать, подготовиться, подумать или ещё что-то. Вот для меня вот эти три составные части очень важны, именно как ресурс аккумулирования энергии, необходимый для познания и для творчества, соответственно. Ну вот что касается моей деятельности, вы упомянули студию новой музыки, это было самое начало, когда создавался коллектив, которому, кстати, в этом году исполняется 30 лет. Мы будем отмечать, в общем, достаточно широко это событие. И когда он создавался, так получилось, что у них не было просто пианиста. Набрали коллектив из студентов, да, консерватории. Ну вот в качестве пианиста подвернулась я. Я на какое-то время просто лакуну эту восполнила, потому что сейчас, конечно, ко мне практически не обращаются за этим. Там есть замечательные пианисты, Мона Хаба, Наталья Черкасова, в конце концов, Михаил Эмельевич Дубов, который долгое время занимал эту должность в ансамбле. Меня привлекают периодически, когда есть орган, потому что я уже сугубая органистка в их представлении. Хотя, если брать широко мою деятельность, то она, конечно, не ограничивается органной. Я такой клавишник оркестровый. Как выяснилось, это довольно нераспространённая профессия, потому что пианистов-то много, а вот в оркестре играть, как выясняется, может не каждый. И нужно играть по руке. Так что это, конечно, большое искусство, и у меня, слава богу, есть опыт работы с разными дирижёрами. И, наверное, во многом он сложился благодаря тому, что я уже 25 лет работаю в классе Станислава Семеновича Калинина в качестве концертмейстера. И это опыт работы и с ним, и опыт работы с Борисом Григорьевичем Тевлиным, с его коллективом. И, конечно же, с коллективом Владимира Николаевича Минина, с которым тоже я более 20 лет сотрудничала. И вообще для себя я сделала вывод, что я в большей степени ансамблевый, оркестровый музыкант, нежели солист. Мне просто это очень нравится. У меня это получается, как выяснилось. Я с большим удовольствием всегда играю в оркестре или в ансамбле. Последние годы, как органистка, я выступаю большей частью в ансамблях. Это меня как-то вдохновляет. Варина Сергеевна, вы сказали, что прочитанная книга или просмотренный фильм может вдохновить музыканта и дать импульс. Может быть, вы посоветуете, какую книгу можно прочитать или посмотреть фильм, чтобы вдохновиться? Ну, смотря какое вдохновение нужно. Эта книга же может быть любая, историческая, художественная. И потом вкусы у всех разные, пристрастия разные. Кто-то любит конкретику, кто-то любит абстракцию, кого-то вдохновит, допустим, картина Кандинского, а кто-то ничего, так сказать, не поймет, отшатнется от нее и пойдет смотреть, скажем, на замечательное полотно Шишкина. Здесь что важно, что я могла бы посоветовать музыкантам и не только музыкантам выходить за рамки своей профессии, своих профессиональных интересов, узкопрофессиональных интересов, в частности, повышать общегуманитарную свою культуру, читать, смотреть, ходить на какие-нибудь выставки, смотреть фильмы, общаться с представителями других специальностей. Благо, в Москве существует масса возможностей для этого. Это не какие-то маленькие города, села, где все очень локализовано в каких-то пределах. В Москве есть масса возможностей для этого. К сожалению, мы все замыкаемся в рамках своей профессии, мы углубляемся в нее, мы копаем, доходим до глубины, это все замечательно, но мы теряем все, что происходит вокруг нас, весь этот замечательный контекст. Концерты, выставки, все это в Москве происходит на ста площадках одновременно. Так сложилось, что я преподаю, и мои коллеги, мы преподаем разные дисциплины в рамках новой музыки, новой академической музыки. Мы используем этот термин, хотя ему уже сто лет, он был введен Паулем Беккером, если не ошибаюсь, в 20-е годы, может быть, даже ранее, но мы используем его до сих пор для характеристики музыки, акцентирующей новую эстетику, акклассическую, использующую какие-то инновационные технологии в разные периоды, так сказать, исторические. Так вот, начиная курс, на первой же самой лекции я говорю людям, которые пришли ко мне и которые не знают ничего об этой музыке, которые взращены, как и я сама в свое время была, на классико-романтическом репертуаре, замечательном, который мы все очень любим, и который действительно такой золотой запас составляет музыки. Я им говорю, что то, что вы сейчас услышите, увидите, услышите в рамках этого курса, я не призываю вас немедленно начинать любить это все, да, и увлекаться этим, и оставить все остальное, но знать об этом вы просто обязаны. А потом бывает так, что человек от полного, так сказать, незнания, или как любят говорить, я не понимаю эту музыку, да, эту музыку. Интересно, что так называется один из манифестных текстов Карла Дальхауса, да, почему так трудно понимать новую музыку. Он был написан в 86-м, кажется, году, да, но и сама формулировка, и сама проблематика не утратили актуальности до сих пор. Так вот, понимать ее можно научиться, слушая, больше слушать, слушать разную музыку, не замыкаться, допустим, каким-то одним периодом, одним стилем, творчеством одного композитора, слушать, слушать и слушать, и постепенно вот этот накапливаемый слуховой опыт приводит к тому, что вас влечет уже в какую-то область, вы не отшатываетесь от количества, скажем, диссонансов, от непонимания того, что происходит с формой, от каких-то приемов исполнительских, которые вам кажутся не музыкальными даже, потом выясняется, что они даже более музыкальны, чем привычные вам, вот в плане донесения идей, да, какой-то звуковой. И потом от слушания можно перейти к чтению, вот я именно такой алгоритм предлагаю, слушать, слушать, потом читать, потом опять слушать, вот, и никак не наоборот, у нас часто люди предпочитают, а что можно почитать об этом, только потом начинают слушать. Ну, для себя вот я избрала что-то другое, и мне кажется, именно для музыканта, именно звуковой образ важен в первую очередь. И вот потом, через это накопление опыта, вы приходите, как мне кажется, к ответу на вопрос, как понимать эту музыку. Она вам становится более близкой, а кто-то даже ей увлекается, и расширяя горизонты своего представления о музыке, вы растёте как музыканты. Это вот тоже очень важный момент. Я могу здесь напомнить о такой универсальной концепции, универсальной формуле, которая, ну, согласно вот британскому историку, социологу Арнольду Тоньби лежит в основе вообще развития цивилизации и в основе развития человека, наверное, как существа, такого познающего, сознающего. Это концепция вызова и ответа. Нам даётся какой-то вызов, мы преодолевая какую-то инерцию, в данном случае можно говорить о слуховой инерции, мы не привыкли слушать такую музыку, мы привыкли слушать музыку тональную, консонантную. Так вот, преодолевая свою инерцию слуховую, мы растём по-музыкански. У нас расширяются горизонты нашего представления, слух обостряется, обостряется чувство, потому что мы себя преодолеваем и заставляем себя, мы растём как музыканты. Это как в спорте. Мы преодолеваем свои физические и ментальные возможности. И вот эта идея вызова и ответа, ответа как преодоления самого себя, она, мне кажется, очень актуальна именно в ответе на вопрос Дальхауса и в предложении, так сказать, алгоритма действий по выработке ответа на этот вопрос. Валерина Сергеевна, Вы посетили очень много городов и стран. Есть ли какое-то место, которое Вы очень любите и готовы посещать постоянно? Это вопрос сложный. Вы знаете, в моём случае скорее я могу, наверное, сказать не о любимых местах, а о любимых музыкантах, о любимых людях, с которыми я люблю именно музицировать. Я уже сказала о том, что всё-таки моя стезя в большей степени это ансамблевая музыка. И вот есть несколько человек, с которыми я всегда с большим удовольствием это делала. И с которыми, наверное, согласилась бы поехать в любое место, полететь на Луну, куда угодно. Здесь я назову уже упомянутого мной Владимира Николаевича Минина, на приглашение которого я всегда с удовольствием откликалась. Я назову здесь свою подругу Олесю Ростовскую, которая является композитором, органисткой, наверное, одной из лучших исполнительниц на терминвоксе, в коррельонных колоколах и колокольцах. С ней всегда с удовольствием выступаю, потому что это всегда что-то необычное, интересное. Кстати, вот мы в конце января едем с ней в Омск играть концерт. Ну и, наконец, несколько лет назад мне посчастливилось познакомиться с большим музыкантом, выдающимся музыкантом, творцом. Это Аркадий Шилл-Клопер, имя которого часто, по большей части, сопутствует эпитету мультиинструменталист. И я действительно счастлива, что он периодически приглашает меня к совместному музицированию. Буквально последнее счастье состоялось как раз 8 января этого года в Музее музыки. Мы играли концерт. Так что я в большей степени могла бы сказать о людях, с которыми я всегда готова музицировать в любое время дня и ночи. Ну а из мест особенно любимых, наверное, все-таки в Москве у меня, залы Москвы. Это кафедральный собор непорочного зачатия Девы Марии, очень люблю я бывать в Заряде, в Большом зале, там стоит замечательный инструмент. Конечно же, наш Большой зал Московской консерватории. Вот орган, который тебя укрывает, который тебя спасает от волнения, от каких-то провалов. И который вот такой старый добрый друг, он один из самых старых, и как-то вот дружит с молодыми и не очень молодыми органистами. Терпит, так сказать, все, что позволяют себе вытворять на нем мои коллеги и я. Так что вот мой ответ таков. Спасибо большое. Уже сегодня состоится открытие второго мультимедийного фестиваля биомеханика, посвященного музыке ведущих современных российских и зарубежных композиторов. Расскажите, чего вы больше всего ждете от этого фестиваля и почему студентам консерватории очень важно посещать такие уникальные события? Мы люди 21 века, и студенты, это молодые люди 21 века, это еще более важный такой фактор в данном случае. Мы должны интересоваться всем, что возникает вокруг нас, что составляет контекст нашей профессиональной жизни. Мультимедиа, электроакустическая музыка это одно из самых интенсивно развивающихся направлений сейчас. Тем более Московская консерватория обладает прекрасно оборудованным центром электроакустической музыки. И именно начиная с этого года, в частности специальности композиции, студентам будет предложен выстроенный совершенно замечательным образом цикл дисциплин, который предполагает максимально полный охват в недрах образовательного процесса выработки каких-то знаний об этом предмете. Это исторические, теоретические знания, это навыки программирования и, в конце концов, возможность выхода на диплом как раз в жанрах электроакустической композиции или там Life Electronics с участием Life Electronics или миксовой композиции, то есть сочетание того акустических инструментов и электроакустики. Но не только композиторам это важно, потому что исполнители это же тоже очень важный такой компонент нашей жизни музыкальной. и мне кажется, вот в этой области электроакустической сейчас это единственная область, в которой, наверное, возможно что-то реально новое представить, именно в звуковом плане. Может быть, я ошибаюсь. И мне кажется, что молодой человек, который учится, который ищет сейчас какой-то свой путь в мире музыки, он может здесь очень многое для себя почерпнуть, как композитор, так и исполнитель и, конечно же, музыковед, потому что музыковеды совершенно, как выясняется, не сведущие об этой области, и у нас очень мало пишется на эту тему, и это всегда большая проблема, потому что нужно обладать специфическими знаниями на этот счет, не просто описать, что ты слышишь, но еще разъяснить, в первую очередь, самому себе, как это сделано. А здесь уже требуются специальные технические знания. Но вот я надеюсь, что постепенно вслед за композиторами втянутся в этот образовательный цикл и музыковеды, но что касается исполнителей, им просто придется этим заниматься, если им хочется как-то быть ближе к современному композитору, замыкаться в прекрасном мире акустических инструментов, наверное, можно, конечно, но не всем это удастся. Но, конечно, это просто интересно. Интересно же, как новые технологии работают, интересно, как синтез искусств предстает, в каких формах. Мне это интересно. Человек способен развиваться, и вот опыт как раз жития и бытия студии новой музыки, ансамбля, говорит о том, что аудиторию можно воспитывать. За 30 лет аудитория воспиталась, и очень как-то радостно всегда видеть на концертах, в залах, на концертах студия, а студия дает очень много концертов в год. В разных местах. И все с разной программой. Приятно видеть молодых людей. Это не какие-то там узколубые специалисты, которые приходят, потому что им интересно послушать именно это сочинение, именно этого композитора. А это именно молодые люди, причем не музыканты. Они приходят и с удовольствием слушают музыку, и воспринимают ее прекрасно. Не задаются вопросом, почему так трудно понимать ее. Они ее, видимо, как-то чувствуют. Молодая музыка, она современна молодому человеку. Это совершенно естественный такой процесс. И напоследок, что вы пожелаете нашим студентам? Что я могу пожелать? Во-первых, наслаждаться студенчеством, наслаждаться статусом студента, наслаждаться студенческой жизнью. Я понимаю, что это звучит как-то практически оторвано от реальности сейчас, от нашей действительности, окружающей. Но просто поверьте, это будет самое счастливое время, которое вы будете потом вспоминать всю свою жизнь. Поэтому находить между работами возможность учиться и не забывать о том, что ваши педагоги, они хорошие люди, они способны все понять, все понять, принять, простить. Им просто нужно объяснить ситуацию. Если, допустим, такая ситуация сложилась, вы не можете посещать все занятия, придите, объясните ситуацию, как-то покажитесь. То есть не забрасывайте совсем занятия, не доводите до предела ни ситуацию, ни педагога, который вписан в эту ситуацию. Это первое. То есть наслаждаться студенческой жизнью. Второе. Для меня важно не замыкаться в рамках своей профессии, стараться общаться с представителями других профессий, стараться повышать свою вот эту самую общую гуманитарную культуру, ходить, смотреть, читать, видеть, посещать и так далее. Ну и, наконец, последнее и самое важное. Занимайтесь физкультурой. Это такой важный лозунг, который я хотела бы сегодня вот такой красной нитью провести. Большое вам спасибо. Да не зашло. Спасибо вам за то, что нашли возможность со мной поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok